День медицинского работника. Это возможность сказать спасибо врачам, медсестрам, санитарам, всем, кто трудится в сфере здравоохранения. Свой профессиональный праздник медики традиционно отмечают в третье воскресенье июня. Всех, кто выбрал непростой путь и посвятил жизнь медицине, приветствовала замглавы Дмитровского округа Елена Виноградова. Каждый на своем месте должен все время идти вперед, потому что современные технологии, которые приходят в наши больницы, в амбулатории, они уже не знают границ. И мы очень гордимся тем, что на сегодняшний день в любой момент вы можете прийти реально на помощь людям. Поэтому хочется в праздничный день пожелать прежде всего вам здоровья, самим никогда не обращаться к своим коллегам, быть всегда здоровыми, быть благополучными. В праздничный день благодарственные письма вручили лучшим работникам отрасли. Сегодня на территории округа трудится почти 500 врачей, 15 из них кандидаты наук, больше тысячи медсестер и еще 500 человек младшего медицинского персонала. Они шагают в ногу со временем, осваивают новые методы профилактики и лечения заболеваний, стараясь оказать жителям качественную медицинскую помощь в любое время дня и ночи. От лица духовенства медицинских работников поздравил благочинный Дмитровского округа отец Афанасий. Самый сокровенный и драгоценный дар, который есть у каждого человека, это является дар открытий материальный какой-то, но это есть дар самой жизни. Говорим слова благодарности, признательности тем людям, медицинским работникам, которые помогают этот дар сохранить, приумножить где-то. И вы всегда приходите на помощь человека, который попал в ту или иную беду. За совместную работу благодарственным письмом благочиния был награжден коллектив отделения переливания крови Дмитровской больницы. После на сцену пригласили подняться врачей, которым в преддверии праздника была сделана почетная запись в трудовой книжке «Благодарность министра здравоохранения Российской Федерации». Несколько человек были также награждены почетными грамотами Министерства здравоохранения Московской области, который присуждается за высокие профессиональные навыки, многолетний опыт совершенствования в работе. Отдельно поздравили и победительницу областного конкурса «Лучший по профессии 2019» Наталью Горбачеву, фельдшера Дмитровской подстанции скорой помощи. На празднике вспоминали значимые события прошлого года. Это открытие поста скорой помощи в Дмитрове на улице Сиренево, открытие кабинета МРТ и компьютерного томографа в здании Дмитровской городской больницы. Говорили о планах и перспективах в сфере здравоохранения нашего округа. Уважение и признательность медицинским работникам выразили депутаты Московской областной думы Дмитрий Кононенко и Марина Шевченко. Доброта и милосердие людей в белых халатах зачастую лучше лечит, чем лекарства. Миссия служения здоровья человека требует огромных затрат душевных сил, знаний, щедрости души. Почетные награды Московской областной думы также нашли своих героев под бурные аплодисменты зрительного зала. Медицинским работникам мы доверяем самое дорогое, что у нас есть, свое здоровье. Это огромная ответственность, которая требует от врачей высокой самоотдачи и лучших человеческих качеств. День медработника продолжился праздничным концертом с участием вокальных и хореографических коллективов Центрального дворца культуры созвездия. Субтитры создавал DimaTorzok День медработника День медработника